всем привет дорогие друзья сегодня у нас будет обновление к последнему видео про грубера рыцаря она небольшое но не менее важное сборку нам прислал в очередной раздок благодаря этой сборке наша грубер попадает в элитарный клуб профессионалов профессионалов со стопроцентным локом хаос варов поэтому мы сегодня ее подробно разберем я покажу все подводные камни которые в ней скрываются сразу оговорюсь что эта сборка к сожалению не для новичков здесь даже статы поменять невозможно если в других билдах вы имеете возможность просто иметь даже рыжие шмотки использовать просто примерные характеристики то есть не максимальных параметров здесь к сожалению если вы измените хоть что-то то сборка становится нерабочим я об этом обязательно скажу и покажу собственно говоря переходим к самому билду билд выглядит следующим образом по 1 талант понятно отвали урод восстановление хп через стаггер 2 талант ребята оглушающая мощь вот этот талант пошел из первых из первого правила который менять нельзя ни в коем случае в этом билде третий талант возросшая сила четвертый воитель таланта тала вот эти вот три таланта менять нельзя если вы что-нибудь поменяете то у вас разборка работать не будет пятый талант встречный удар напоминаю что айда команды здесь уже работать не будет потому что выбран воитель тала здесь у нас остается выбор невелик поэтому остается просто встречный удар шестой талант ульта это бы косланда в нашем билде будет дефицит скорости поэтому а в начале я рекомендую эту ульту впоследствии когда вы научитесь играть билде вы его освоите и поймете что вам уже не нужна дополнительная скорость через ульту то в этом случае вы сможете выбрать ульту которая вам более приятно в которой вы привыкли играть по вооружению на первом слоту только щит с мячом не щит с булавой никак именно щит с мячом щит с булавой при таком дефиците скорости в становится просто неиграбельным а щит с мячом он вполне остается характеристики 10 против хаоса обязательно относится опять к первому правилу несменному затраты на блок готовность к удару обязательно без этих характеристик без готовность к удару опять же билд работать не будет а второй слот у нас пистоль при наличии такого количества power то есть возросшей силы воитель тала на данной пистоли в принципе могут быть любые характеристики вот но по факту из-за того что здесь у нас например крит отсутствует крит сюда не поставишь я просто поставил то что у меня было вы можете себе на ролик например хаос броня чтобы иметь еще больше урон именно по хаос варом но в как бы это не обязательно потому что цифры будут не ощутимы изменя не ощутимы изменятся значит первая бижутерия 20 к здоровью в основном значит понижение стоимости блока и увеличенный отхил здесь вы можете играться по своему усмотрению понижение стоимости блока обязательно например от 20 процентов здоровья вы также можете отказываться зависимости от события куда вы идете и ставить что-то более востребованная вам в тот момент вторая бижутерия это тоже опять первое правило хаосы и броня обязательно обязательно то есть вот у нас значит правило хаос и броня на этой бижутерии должны быть сто процентов что билд работал здесь должны быть обязательно хаосы и в таланту должна быть оглушающая мощь возросшая сила воедель тоала вот без вот этих вот моментов этот билд работать не будет перк щедрость как всегда последняя бижутерия 33 процента сопротивления проклятия восстановление запаса сил и гренадер и так собственно говоря что нам дает этот билд нам этот билд дает как я уже сказал ранее именно возможность то процентов станет хаос варов сейчас я вам покажу как это выглядит не сто процентов все равно с хаос вами надо понимать что это 99 процентов чтобы мы имели возможность застанет хаос вар мы должны нанести вот такой вот удар ребром как вы можете видеть хаос вар у нас в этот момент теряется и даже если сейчас давайте overhead дождемся то есть прерывает удар как вы видите боковой удар давай давай нам нужен наверх вот overhead соответственно тоже прерывается как вы можете видеть обратите ваше внимание на очень важный момент ас как продолжительность тана ребят почти три секунды хаос вар потерян это максимальное значение который сейчас есть в игре раньше это было у дизармы там было две две с половиной секунды до сейчас же у нас вот при ударе ребром при таких характеристиках ребят соответственно мы имеем с вами девяносто девять и девять процентов шанс что мы застанем хаос вар и все бы было очень радужно если бы не было подводных камней ребят при ударе щитом с ребра у нас а клифф на один хаос вар то есть если у нас например будет два хаос вара то в этом случае стопроцентный стан будет в одного никогда в два хаос вар как видите у нас один станется сейчас давайте мы соберем один станется а второй продолжает отлично себя чувствовать и бодросто то есть видеть один пошел в танк второму соответственно пофигу и в этом случае как бы резонный вопрос да ну блин ну а как же так но чё нам один хаос вар по факту нам нужен танк на нештатные ситуации например с тем же самым хаос патруль так вот ребят значит как мы действуем случае с хаос патрулем ну например там вот два три с четыре там пять сколько пять у нас или 66 хаос варов да что нам в этой ситуации делать в этой ситуации мы с переходим стандартную ротацию то есть это удар ребром то есть это у нас к первая хэви атака потом пуш хэви атака пуш хэви атака пуш в нашем случае пуш атака не имеет стопроцентный точнее пуш не имеет стопроцентный контроль но у нас поскольку достаточно высокий стаггер стаггер будет копиться и к давайте сначала не так давайте мы сначала вот так вот посмотрим чтобы вы понимали что такое пуш атака то есть пуш вот видите у нас есть контроль нет контроля есть как ну сейчас смотрите набирается соответственно определенное количество таггера после чего контроль в итоге проходит то есть даже на одном хаос варе это не стопроцентный контроль это порядка где-то 70 60 процентов контроль вот таким вот образом работает пуш в этом билде и соответственно если у нас речь идет о группе кого сваров то в этом случае мы как я уже сказал переходим вот в такой вот ротацию где у нас ребро будет контролировать сто процентов одного кого свара а пуш будет набирать определенное количество стагера и вот пуш не имеет ограничения по таргетам как всегда то есть видите сколько нулей появилось то есть сколько бы у нас не было хаос варов а на них будет копиться счетчик и вы будете в итоге их контролировать здесь есть большой такой нюанс как в анекдоте вы в эту ротацию переходите только в случае когда все хаос вар уже в поле зрения то есть смотрите ситуация пока хаос вар имеют дотекание например вот здесь вот парочка стоит вот здесь и вы деретесь вот здесь на передней линии ни в коем случае в эту ротацию мы не переходим почему потому что вы знаете что они любят заносить свои топоры еще отсюда во первых вы через это мясо их не увидите то есть занесенный оверхед который несется вот с вот этой вот позиции образно говоря вы его не увидите это во первых во вторых контроль в него не пройдет и как следствие вы просто вы здесь законтролируете себе да а оверхед прилетит дальше поэтому в данную ротацию вы переходите только после того как все хаос вары находятся примерно на одной линии атаки с вами то есть дотекание нет именно дотекание я не знаю как вам это еще объяснить то есть в общем находятся все на расстоянии удара все без разницы пусть все они вас пиздят но они должны находиться на вытянутой руки от вас если кто-то находится там в несколько локтей от вас значит мы еще в контроль не переходим и так собственно но начинать лучше всего разумеется это дело с ульты потому что это максимум до стагера и после этого вы уже будете гораздо более про простым способом контролировать итак смотрите мы начинаем грубо говоря с ульты кстати не знаю кто-то как я читал на канале писали что ульта грубера у нас контролирует всего одного хаос вары но бред вот как вы это могли сейчас увидеть вот таким вот образом через кайт по кругу как вы видите да у нас один хаос вар контролируется ребром остальные после накапливания счетчика да вот вот видите такой дотекающий там как бы чувачок который тусил где-то там он идет опять вот опять и мы должны быть в этот момент максимально предельно внимательны потому что вот эти оверхеды как раз которые не контролируются они у нас и представляют собой угрозу но но как вы можете видеть в этом случае контроль у нас также присутствуют мы можем с вами контролировать и как я уже пояснил да за счет того что стаггер будет накапливаться пуш начинает работать более эффективно вы все больше и больше будете контролировать то есть сейчас у нас было 6 хаос варов как видели а в принципе мы контролировали все кого возможно было но при этом напоминаю что вы должны быть предельно внимательны если вы расслабитесь в этот момент хоть на секунду прилетит именно тот самый оверхед при этом я ребят напоминаю что у вас нету не вы понижение стоимости блока нету не резистов нету не ауры в этом билде хотят оверхеда вас бы это все не спасло особенно если у вас уже пониженная хп например от гримуар поэтому еще раз этот билд не для новичков здесь нужно и играть умеет контроль как говорится ну и дальше смотрите наглядно показывают кто знает возросшая сила 7 процентов пауэра по факту три с половиной четыре процента да вот смотрите мы сейчас их меняем призываем 1 хаос вара как видите уже ни о каком сто процент это крив сейчас был ни о каком стопроцентном контроле уже речи не идет сейчас дадим ему выйти из этого состояния вот здесь у нас уже идет речь о том что у нас как как карта ляжет то есть стандартный такой билдец получается когда мы играем на счете хочу контролирую хочу не контролирую стагер накопится там с определенного количества ударов на группе хаосов разумеется вообще никакого там уже таком контроле диком говорить не приходится видите по несколько ударов приходится делать чтобы у нас прошел в итоге контроль поэтому ребят вот то есть я наглядно показал один талант три процента пауэра вы потеряли то есть здесь у вас не будет хаоса здесь у вас не будет хаоса элементарно одной позиции все билд не работает в этом случае у вас нету защиты у вас нет аура у вас нету то есть но резистов это первый пункт у вас нету контроля ради чего весь был построен то есть ты по факту у вас нет дпс и у вас нету возможности даже просто убивать к толпу потому что нету скорости по вам 4 пункта и получается этот билд становится нет даже не неплохим он становится дефективным вы становитесь уже вредителем по факту поэтому я предупреждаю в какие-то смены смены там где где указал то есть тут тут или тут тут или тут даже вот здесь то что у вас не будет регена стамина вы приводите все к тому что у вас становится неэффективным билд который является уже в команде больше вредительским потому что никакой пользы вы уже нести априори не можете ну и дальше уже как говорится тот факт что еще раз говорю как вы можете понять уже билд не для новичков потому что здесь только крась здесь только опыт и здесь только соответственно навыки потому что бил по-свойски интересный да как я уже сказал нас в элитарном круге там мстила обитает у нас там обитает гизарма да причем не виктор а именно гизарма на эти оружие зашло такое со стопроцентным контролем там 1 2 хаос варов или всех но в зависимости как говорится то есть без кого большого этого радиуса тоже опять же от ваших рук зависит и это тоже самое это уже для такого контента который у вас представляет достаточно высокий вот собственно вот такая сборка ребят мы ее посмотрели доку спасибо как всегда сборка имеет право быть сборка очень хороша им на стриме мы ее тоже посмотрели да ну и заценить какое отличное сочетание этого щита черного доспеха плаща и масла ладно это мы не о том так ребят и еще небольшое дополнение вам по поводу первой сборки мы также ее на стриме протестировали и вот в эту первую сборку сейчас очень хорошо будет заходить щит с булавой то есть кто помнит у нас был первый грубер в билде скала его тогда илюха нам присылал я его модифицирую потом возвращал обратно на щит и меч потому что были жалобы что на щите с булавой ротация очень тяжелая и в принципе не подходило и было сложно поэтому я вернул обратненько вся сложность ребят заключалась в том что на когда вы играли против врагов вы делали пуш атаку и вы должны были рассчитать таким образом чтобы вот эта пуш прошла до врагов чтобы по врагам конкретно был нанесен оверхед так сказать в случае в нашей сборке вот этой основной когда у нас оглушение происходит вплоть до удара я вам сейчас покажу наглядно до чем идет речь то есть раньше например против монков мы должны были рассчитать тайминги таким образом что вот так вот щит и а то есть мы должны были сделать пуш атаку чтобы вот так вот встретить грубо говоря того же монка уже ударом по голове с булавы сейчас поскольку у нас щит баша щит у нас станет соответственно это ротаться этот первый шаг пропускается никакие тайминги вам уже не надо контролировать и считать там в голове держать или как говорит это задротить до страшного да сейчас у нас за счет того что у нас есть вот это вот пуш атака точнее пуш который уже контролирует вот таким вот образом соответственно а всех противников до включая практически до хаос варов в этом нашем случае в этого билда то разумеется мы уже через пуш атаку спокойненько вот таким вот образом этой ротации и контролируем и убиваем поэтому вот в этом билде на этом грубере кто желает обязательно попробовать характеристики такие же как у основного оружия 5 скорости атаки 30 процентов понижения стоимости блока обязательно готовность к удару один маленький нюанс если вдруг вы будете играть через булаву то меняете талант на данный талант потому что оружие не имеет если у нас говорить с разница с щитом и мечом да когда нам надо резко отхилиться на щите мече мы переходим вот в эту ротацию и спокойненько себе очень быстро хилимся да то есть каждого удара что с щита что с соответственно с пуша да а в случае если говорить про щит с булавой то у нас как видите очень большой промежуток по времени между этим всем врагов либо и убьют либо они сами умрут и либо куда-нибудь уйдут там в общем по факту отхиливаться очень сложно а данное оружие у нас обладает очень хорошим клифом то есть по таргетам и даже через кайви от а плюс ко всему прочему это оружие также имеет свойство танка да в отличие от считая с мечом то есть также дополняет очень хорошо этот бил поэтому обязательно рекомендую кто хочет попробуйте попробуйте данную сборку через щит с булавой мы ее посмотрели на стриме она очень хорошо зашла и в принципе очень хорошо себя показала здесь уже со скоростью все хорошо и в принципе ротацию очень хорошая на оверхеды эти ловится мобами на на ура вот ребят собственно вся информация если вдруг сегодня кстати у нас будет стрим обратите внимание на стримы с названием в стриме чат рулетка да это будет у нас новая рубрика на ней вы можете заказывать билды которые вы хотели бы посмотреть или же показать свои билды если у нас будет что-то интересно мы на стримах очень часто открывают какие-то интересные сборки то точно так же как вот здесь у нас было можно будет потом сделать обзор на канале на вашу сборку соответственно с отсылкой на именно вас вот мы это уже обсуждали в начале года когда я спрашивал интересно ли вам будут сборки от подписчиков большинство людей проголосовало за поэтому если у вас есть что-то интересное действительно интересно то есть не то чтобы там вот что-то обыденно или еще что-то как вот этот например момент я не знал про контролирующего там грубера до момента пока мне у себя характеристик не показали и я наглядно все это протестировал и убедился в том что это работает вот если что-то интересненько или вы просто хотите посмотреть обязательно заглядывайте на эти стримы вот мы все посмотрим разберем если будет интересно сделаем обзор на видео все ребята надеюсь все будет понятно кому-то сборки зайдут обязательно тренируйтесь по второй сборке напоминаю что там нужны определенные навыки но если вы к ней как бы привыкнете это очень хороший танк это в принципе единственный танк с таким контролем то есть в этом плане у нас плане контроля никакой конкуренции ему никто не составляет вот все ребят всем как говорится удачных каток хороших тиммейтов до встречи в играх всем спасибо всем пока